В краю слона-дракона Калипсо пробирается вверх по реке Чайо-Прая. С помощью местного лоцмана капитан Альберт Фалько ведет судно вдоль берега, сверкающего золотом буддистских храмов, в самое сердце Таиланда. Бамбуковые дома на сваях и пагоды напоминают о сиамском прошлом страны. Сегодня в Таиланде правит конституционная монархия. Прямо руль. Здесь обитает трудолюбивый народ, развивающаяся нация, готовая превратить страну в еще одного экономического дракона Юго-Восточной Азии, что, подобно Гонконгу и Сингапуру, пойдет вперед семимильными шагами. На каждом шагу контрасты. Тропические леса безжалостно разграблены, хотя недавно правительство приняло меры к тому, чтобы сохранить оставшиеся деревья. Несмотря на бурный рост промышленности и торговли, большинство тайцев до сих пор занимаются земледелием. В стране третьего мира, едва ступившей на путь экономического прогресса, происходит множество перемен. Другое название Бангкока, столицы Таиланда. Крунг-Теп, город ангелов. Шесть миллионов жителей заполонили все автомагистрали. В трущобах ютятся жертвы сельской эмиграции, а в нескольких кварталах высятся роскошные небоскребы. Религия, как в старь, является мощным духовным стимулом. Индуизм и буддизм пронизывают все стороны повседневной жизни. Бангкок нередко величают азиатской Венецией. Город выстроен на воде и пересечен каналами-клонгами, где снуют взад-вперед лодки. В этом водном лабиринте проходит вся жизнь местного населения. В центре старого города разместился плавучий рынок. Женщины, как много веков назад, отправляются за покупками на лодках. В Бангкоке, однако, органическое родство человека и воды подходит к концу. Каналы засыпают, чтобы на их месте проложить автострады. Подобно Венеции, город погружается в воду, только еще быстрее. На борту Калипса мы с Фалько обсуждаем маршрут новой экспедиции, нацеленной на повторное открытие мира. Наш путь лежит через Сиамский залив и Андаманское море. Удалось ли Таиланду защитить свои морские ресурсы теперь, когда его леса спасены от расхищения? УЗНИКИ МОРЕ Продюсер Жак Ив Кусто Композитор Мишель Порталь Автор сценария Ив Покале Исполнительные продюсеры Жак Ив Кусто Жан-Мишель Кусто Исполнительные продюсеры Жак Ив Кусто Завывание буддистских монахов и молитвы верующих освещают от плытия. В Намкиме выстроились вереницы барж в ожидании монашеского благословения. Дальше по берегу служат индуистские брахманы. Фейерверками разгоняют злых духов. По команде неуклюжие плоскодонки во всю прыть пускаются на поиски нового Эльдорадо. Фейерверками Фейерверками С удивлением смотрю я на эту беспорядочную флотилию. В прибрежных водах кишат баржи, поднимая со дна тучи ила. А что там под днищами барж? Я вызываю на связь Калипсо. Водолазам пора готовиться к погружению. Продолжение следует... 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 Если Таиланд соблаговолит открыть вам свои красоты, вы их никогда не забудете. Некоторые пейзажи можно считать подлинными шедеврами природы. Калипсо кружит по заливу Пхангак, на берегах которого окаймленные кустарником меловые крепости глядятся в немыслимую лазурь моря. Калипсо кружит по заливу Действительный член французской академии танцует под аккомпанемент аккордеона. По случаю дней рождения Джо Ги Ю и Ги Жуаса команда решила немного передохнуть. Очарованный прибрежными красотами я отправляю несколько зодиаков на архипелаг Симилан в Андаманском море, неподалеку от границы с Бирмой. Скалы по очертаниям напоминают женское тело, в прозрачных озерках отражается изумрудно-зеленая листва. Бело-голубое совершенство этих нетронутых берегов омыто чистейшим морем, по цвету напоминающим небо на полотнах мастеров барокко. Наверное, на дне такой же рай. Стайка морских ангелов плывет по своим делам, в которых людям нет места. Бертран Сион и его спутники скользят меж огромных гранитных складок, украшенных алыми горгонариями и розовыми альционариями. По тайным переходам в толщи скал можно попасть в подводный дворец. И познакомиться здесь с легендарной колдуньей – тигровой акулой. Она одета в узорчатую коричневую кожу, подобно хищнику семейства кошачьих, с которым она делит и силу, и грацию, и кличку. При рождении полосы в ее окрасе более ярко выражены, потому иногда ее называют зебровой акулой. Среди ее ближайших родственников – персидская акула и акула-нянька. Безобидное существо проводит свою жизнь поближе к дну в компании вечных спутниц рыб-плелипал, использующих акулу в качестве морского такси. Ныряльщики перепрыгивают скалистый склон и попадают в подводную туманность. Их окружил звездный вихрь мелких рыбешек – десятки тысяч только что народившихся мальков. Они заплывают в пещеры и трещины, а в открытой воде сбиваются в плотную стаю, сообщая о большей вероятности избежать зубов хищника. Косяк поднимается, опускается, маневрирует, как единый организм, управляемый единым мозгом. Водолазы вместе с дендрахирами зачарованы стаей прозрачных топориков, хотя мотивы для восхищения совершенно разные. Из укрытий дендрахиры нападают на рыбок и пытаются заглотить их как можно больше. Иногда этих обитателей рифов называют индюками. Такие они важны и держатся особняком. Ныряльщикам никогда еще не приходилось видеть их в большой стае. Сначала галактика, теперь комета. Медуза трепещет в лазурной воде и тянет за собой шлейф своих жгучих щупальцев. А позади ползет процессия сосновых шишек, неуязвимых для ее жала. Они заслоняются от хищников химическим щитом. Субтитры создавал DimaTorzok На декомпрессионных стоянках аквалангисты могут спокойно осмыслить увиденное. Кристально чистые воды островов Семилан кишат беспозвоночными, а рыбы продажных размеров в них почти нет. К 2000 году население Таиланда превысит 80 миллионов. Сколько ртов надо накормить. Ресурсы моря тут очень не помешают, если к тому времени от них что-нибудь останется. В масках, со шлангами, подсоединенными к допотопному компрессору, эти люди заняты необычной рыбалкой. Моря Таиланда безбожно опустошаются. Флотилии траулеров основательно почистили рыбные запасы. Теперь немногие уцелевшие особи обитают среди густых зарослей на дне, куда лодкам нет доступа. Рыбаки все-таки опасаются порвать свои неводы. Однако, чтобы разграбить последнее прибежище рыбы, они готовы расставлять сети вручную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Эти люди – настоящие узники моря, безвинно приговоренные к каторжным работам на 30-метровой глубине. Как их братья-соловянных родников, они совершили только одно преступление – родились нищими, и у них есть единственное средство выжить. Но средство очень и очень опасное. Из-за примитивного оборудования и отсутствия надлежащей тренировки они ежеминутно рискуют жизнью. Пять лет назад, в один и тот же день, у этого человека погибли трое родственников. А все нарушение правил декомпрессии – всплыли слишком рано. Борясь с течениями, рулевой должен всегда быть на чеку, как бы не зацепить шланги ныряльщиков. Жизнь людей, работающих внизу, можно сказать, висит на кончике винта. Сети поставлены, узники моря загоняют рыбу в ловушку. Редактор субтитров А.Семкин Заслышав дикий грохот, перепуганные твари выныривают из укрытий и плывут навстречу року. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У них нет надежды на спасение. Все попадутся в сеть. И все же они бьются из последних сил. Но предсмертные судороги рыбы никого не трогают. На небольшой глубине узники моря взяли трехтонный улов. Они промышляют здесь уже не в первый раз. Туристическим комплексам нужна рыба, поэтому на крошечный подводный риф совершаются регулярные набеги. На всей протяженности от Малайского полуострова до границы Кампучии армия рыбаков подчищает оставшиеся крохи морских богатств. Большие и малые траулеры разевают хищную пасть на крупицы подводной жизни. До последней креветки, до последней сардины. Когда в мутной от донного ила воде уцелеют лишь рыбы в размер пальца и крабы с наперсток величиной, тогда грабеж морских ресурсов подойдет к трагическому концу. Но можно ли ожидать от людей, которым надо каждый день кормить семью, чтобы они прислушались к голосу рассудка? Один перелет над этим районом дает полное представление о масштабах проблемы. Альбер Фалько созерцает на экране радара бесчетное количество рыбачьих лодок. Наверняка есть более разумный способ управлять природными богатствами. Подводники Калипсо на скутерах обследуют чистейшие воды близ острова Коборн. Калипсо на скутерах обследования Первая встреча с группой грациозно извивающихся скатов. Они такие элегантные, что поневоле забываешь о ядовитых жалах на хвосте. Обогнув риф, ныряльщики видят странный балет. Хотя издали исполнители танца кажутся лишь сгущенными каплями, они способны перемещаться в трех измерениях. Заинтригованные их поведением, люди останавливаются понаблюдать. Изящный моллюск будто повинуется неодолимому зову. Все они движутся к пещере, окаймленные ярко-красными губками, похожими на сердца. Попарно моллюски проникают под своды тайной пещеры. Самка, по размеру она меньше самца, вползает в гнездо одна и откладывает там яички, нанизывая их на потолке будущей детской. Другие с нетерпением ожидают своей очереди. Так осуществляется коллективное воспроизводство. Самец загораживает проход своим телом, пока самка откладывает в инкубатор плоды их союза. Моллюски, морские хамелеоны. В гневе или возбуждении они стремительно меняют окраску. Самец, стерегущий вход в пещеру, не потерпит присутствие другого самца. Если незваный гость проявляет назойливость, то можно и к насилию прибегнуть. Означает ли это, что мельчайшие головоногие вступают в брак по сознательному влечению со всеми вытекающими последствиями. Во всяком случае, ревность самцов налицо. Бертран Сион решил испытать супружескую верность моллюсков. Он помещает самку в пластиковый мешок. Самец видит свою возлюбленную, но не может до нее дотронуться. Кажется, он не на шутку расстроен. Вроде бы даже пытается ее утешить. А завидев другого самца, мгновенно включает защитную реакцию, смену окраски и прочие признаки враждебности. Открытие воистину удивительное. Пока длится период размножения, у моллюсков проявляются инстинкты собственности и супружеской верности. Крайне редкое явление среди беспозвоночных. Сердца Ромео и Джульетты вновь бьются в унисон. Они отмечают воссоединение нежным объятием. Ночью из морских глубин поднимается животный планктон, превращая океан в звездное небо. Днем моллюски размножались, а теперь устраивают коллективный пир. В море немало света, но не всякий несет с собой жизнь. Рыбакам Коборна, вышедшим на ночную добычу, это место хорошо знакомо. В море немало! Подпишись! Рыбакам Кобой русский В море немало. Рыбакам Кобой русское Неванье Евгений Юго 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА История любви закончилась трагически. В сетях бедняка-рыболова. Жизнь тайца очень трудна. Сколько нужно сил, чтобы прокормить близких скудными дарами моря. Люди, быть может, неосознанно творят чудеса храбрости и сеют разрушения. Они не ведают, что им выпало одновременно быть узниками и палачами. В Сиамском заливе Кусто с друзьями собирается исследовать неотмеченный на карте коралловый риф. Давай сюда камеру. А вы тут ведите себя прилично, пока мы с рыбами общаемся? Кусто раздает бесплатные советы как своим юным соратникам, так и старому коллеге по французской академии. Для меня каждое новое погружение не менее волнительно, чем первое. Мы спускаемся по отвесной стене туда, где мелкой рыбешки еще предостаточно. Любопытно, как ей удалось обхитрить рыбаков. А здесь мелководье затянуто сетями, которые растеряли траулеры. Временами кажется, будто скала окутана саваном. Масса гниющих сетей – показатель страшного насилия, которому ежедневно подвергается океан. Сети, неуды, капканы, ловушки – как символично. Человечество представляется мне опутанным цепями гладиатором на арене жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, хоть этот риф сумел оградить себя. Захватил рыбацкие сети и не отдает. Такова месть моря. По возвращении на поверхность мы несем какую-то бессмыслицу. Как после хорошего концерта звучит в голове музыка, так и море еще долго не выпускает тебя из-под своей власти. Более сорока лет я совершаю морские вылазки, я видел море нетронутым, а теперь часто вижу его в агонии. С горечью убеждаешься, что совсем немного осталось от былого великолепия. Но молодая смена энтузиастов, которые вырастили мы с Фалько – доказательство того, что мы не зря надеемся на лучшее, хотя порой я сомневаюсь, стоит ли. Подводные съемки Дидье Нуаро, оператор Фредерик Лабурас. Воздушные съемки Роберта Браунбека. Производство ассоциации Кусто и телекомпания Тернера. На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу общественного российского телевидения. КОНЕЦ